Друзья, ваш ребенок прозанимался два года и до сих пор не научился делать стойку на руках у стены? А мне негде делать, говорит ребенок. У тебя дома нет стены? Спрашиваю я. Нет, стены у нас есть, но у нас очень мало места, и нам совсем негде-негде тренировать стойку на руках. Окей, сейчас я вам кое-что покажу. Вот, что это? Это секретное место для тренировок самых крутых кокуристов. Это коридор, друзья. Прихожая. Холл, коридор. Мой коридор размером... Сейчас мы узнаем, какого размера мой коридор. Полтора метра в ширину. И примерно 2,70 в длину. Полтора метра на три метра. Но из них рабочего пространства, в котором можно что-то делать, полтора на полтора. Полтора на полтора. Это три квадратных метра. Но самый главный секрет коридора знаете в чем? В чем сила коридора? В нем есть дверь. И ведь в каждом доме есть входная дверь. Ну, может быть, у вас дом без дверей? Примем за точку отчета то, что в каждом доме есть входная дверь. Ну что же можно с этой дверью делать? С этой дверью можно сделать очень много. И сейчас я вам это покажу. А еще в квартире есть шкаф. И белые стены. Но, если у вас всего этого нет, потому что мама сказала не трогать эту белую стену, мы только что поклеили новые обои. Этот шкаф стоит миллион. Что ты делаешь? Куда ты поставил свои ноги? О боже! О боже, внучек! Стоять вниз головой это так вредно! Ммм, папа будет ругаться, если я поставлю на эту новую белую дверь свои ноги. А если он упадет? Если он упадет? Тогда не предъявляйте претензий, что ваш ребенок регулярно, посещая занятия два раза в неделю, и делая на них стойки на руках по пять минут за тренировку, за два года не научился этому. Нет. Возможно, у вас школа стоек на руках, и вы полтора часа только стоите на руках. Тогда, конечно же, вы уже научились стоять на руках. Но у нас школа КПР, и мы не можем полтора часа только стоять на руках. Поэтому, скорее всего, за тренировку ваш ребенок стоит где-то минут пять на руках. Два раза в неделю это десять минут в неделю, а надо пять-десять минут в день. Но, возможно, ваша семья снимает квартиру, в которой хозяева действительно не позволяют прикасаться к этим шкафам, стенам, дверям. Возможно, вы живете у своих родителей, и бабушки с дедушкой ни за что не пойдут на то, чтобы любимые внуки испортили их любимейшие обои своими грязными пятками. Будем считать эту причину важней. Еще бывает... Знаете, у нашего ребенка футбол два раза в неделю, гимнастика три раза в неделю, еще два кружка по математике, по русскому языку, по английскому, французскому, немецкому. Ну, нам же через десять лет не сутку поступать, поэтому мы уже сейчас должны готовиться. А еще он вышивает литературу. Еще у него фортепиано, рисование, балет, хореография, скрипка, гитара, контрабас, виолончель. И, знаете, он какой-то очень усталый, когда приходит домой. Это очень странно. Вроде в нем столько энергии, поэтому мы хотим его направить на все кружки, а тут он так устает, поэтому, конечно же, ему не хочется делать стойки на руках к вечеру. А еще у него двойки в школе, потому что говорят, что у него рассеянное внимание, и он какой-то утомленный. Окей, это тоже уважительная причина. Я вообще удивляюсь, как он после этого ходит на ногах. Поэтому респект и уважуха вашему ребенку, что он вообще приходит на КПР после всего этого. Все. Тренер все сказал. Тренируйтесь. И помните, что главное лекарство для капуэриста? Тренировка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok